МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятай служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуску. Выборщая кампания уступила у выражальную стадию. Завтра у Беларуси стартует детерминовое голосование. Жалобная панихида, позагинувший хурашистый митинг и концерт-реквием. День памяти воинов-интернационалистов означает у регионе 15 лютого. Самый смачный тыдень. Сегодня распачалась Масленица. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Завтрашнего дня у Беларуси стартует детерминовое голосование по выборах депутатов Мясцовых Советов. И оно будет продолжаться до субботы 17 лютого. Основный день голосования 18 лютого. У список выборщиков для голосования у Гомельской области включено больше 1 млн 98 тыс. граждан. Усяго в регионе треба будет обрать больше 3,5 тыс. депутатов Советов разных узровняв. До проведения детерминового голосования готовы все выборщие участки Гомельской области. И они будут принимать выборщиков с 10-11-13 лютого. С ситуацией у Чачарском районе ознайомился Олег Сюнцеров. Да, выборы у Мясцовой Советы в Чачарском районе подрактовались грунтовно. Причем размывы не только по наявности от поведенных плакатов и уличных растяжек. Тут, на вот, специальный слоган придумали. Малая родима – великое будущее. Планы про развитие Чачарщины соправдомасштабные и про мать расшение по многих значных пытаниях придется минавито депутатам Мясцовых Советов нового искликания. В Чачарский районный Совет депутатов баллотируется 27 кандидатов. У нас все округа безальтернативные. Из них 17 женщин, 10 мужчин. 18 кандидатов уже действующие депутаты. До выборов у каждой установки культуры Чачарского района подрактовались специальные стенды с фотосдывками того, что изменилось в каждом сельсовете за опущенные 4 годы. В районе Перекананы местовые органы улады, уключающие сельско-советы, сдольны изробить шмат. По-первых, депутаты этого узровня добро ведутся о проблемах, которые хвалют населенство. По-другому, я не сдольны к этой проблеме, когда не выражать самостоинно, то оказать в этом действенную допомогу. Уже в некоторых годах на Гомичине ясная практика, когда по понеделках на аппаратные нарады при старшине Храйва Конкаму разом с директорами у всех местовых предприемств обовязково запрошаются керунки сельсоветов. Это дозволяя не только огучить проблемные моменты, а и оперативно их выражать. До речи, когда мерковать по вынниках попередних выборов, яука выборщиков у вёстков Чачарского района повинна быть не меньше 90%. У вёстов Бабича выборы у местового совета депутатов будут проходить в обыденку школы для голосования по директованию помешкальни, где, звучайно, занимается четвертый класс. Тут навык некоторые допоможники застались, а вот уявленное мастерство и процессовное навучание. Правда, на выборщий процесс это никак не поуплываю. Ученик этого класса, до речи, зараз занимаются уиншим покоем. На этом тыне у навучанцев молодших классов додатковые каникулы, а тому проблем с помешканьями у школы нема. Что ты же сам непосредственно выбрал, то на участку номер 7 у дел у голосований смогут принять 285 человек. Ненавито стольки прозвища у местов Жихаров, вёстки Бабича и посёлку Новая Залеса унесена у спецвыборщиков. На первый день члены комиссии наведали населенные пункты и Ашерс запросили вязковцев прийти на участок. Сегодня тут полностью готовы до проведения детерминового голосования. Избирательный участок номер 7 наш к выборам готов. Урны все подготовленные, имеются три урны. Одна для досрочного доголосования, вторая на время выборов и на выезд. Досрочное голосование активно проходит, и в день выборов люди как-то ответственно относятся к этому. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Угомель», Чачевский район. 15 лютого в регионе пройдут мероприемства, присвеченные черговой годовине с дня вывода войсков из Афганистана. Сегодня у Гомельской области проживая около 3600 ветеранов этой войны. Оказывать им усебаковую поддержку мета деятельности областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Ситуацию кожного человека тут готовы разглядеть индивидуально. Саденечание у материальной потребности оказывает и УЛАДА. Набыть техничные сродки реабилитации инвалидам допомагает комитет по праце, занятости и социальной обороне. Ветеранская организация ведет широкую патриотичную и культурную деятельность. На протягу усяго года проходят фестивали, конкурсы, встречи с миротворцами из разных краин. Особливо насыщенной эта деятельность становится на 5 дни 15 лютого. Даты выводу войск из Афганистана. Памятные мероприемства у гэтый день распочнутся о 12-й године у храме Иверской иконы Божьей Мати у Гомеле, где проходят на баженствы вспоминаниям загинувших. О 13-й године на мемориале памяти воинов-интернационалистов у Любинском микрорайоне отбудется митинг. На 16-й године у городским центру культуры запланованный концерт. Я застал тех инвалидов войны, у которых были деревянные протезы. Но у них в глазах была искринка жизни. Они радовались каждому дню. Поэтому я всегда своим коллегам, своим афганцам говорю, ребята, надо любить жизнь и надо любить жизнь. И если будете вы это делать, так всегда, как говорится, сможем преодолеть и посттравматический синдром, мы сможем преодолеть и болезни. Вместе мы все это сможем преодолеть. Семинары с метой рассломачить нормы декрета номер 7 у будовництве пройдут у лютым во всех областях краины. Их организуют специалисты Министерства архитектуры и будовництва, а так само Абл-выконками. Почас сустреж усім зацікавленным представникам бізнес-колов будут дадены отказы на конт усих нового введения у декрета номер 7 об развитии предпринимательства, яке тучаться сферы будовництва. Сиротголовного – спрашение процедуры закупок и проведение экспертизы. У Гомельской области семинар запланованный на 16 лютого. Профилактичная акция «Рыбалка по правилах» проходит у Беларуси до 18 лютого. Работники сумесно с инспекторами Державной инспекции аховы живёльного и рослинного света организовали узмоцненный контроль за выконанием правил введения рыболовной господарки и рыболовства. Перш за усё участцы лаули – рыбы зимовыми жарлицами и поднимание рыболовами належного санитарного стану рыболовных угодзев. На водоёмах Беларуси подчас акции будут проводиться регулярные профилактичные рейдовые мероприемства. Организации отзначили, что дозволяется выкористовывать прилады рыболовства одного або разных видов с загульной колькостью крючков не больше за 5 штук на рыболова. Выключение складают члены товариства, яким дозволяно выкористовывать до 10 кружков на рыболовах. Сегодня начинается масленица. Этот день так само называют «сырной сядмицей» и она попередничает Великому посту. Кожный день масленичного тыдня мае свою назву, традиции и правила. Например, понеделок – это сустреча. В этот день открываются кермаши, рыхтуются место гуляния. Робится лялька масленицы. Кульминацией тыдня з'является дарованная неделя, калі принятава усіх просіць правачэння. А пошній день завершаюць праводзінамі зімы і спальванім яе пудзіла. У гомілі широкую масленицу будуть святкаваць 18 лютага. Рыхтуюця пляцовкі ва усіх районах города. А у Светлагорску напереды дні масленичного тыдня святкавалі малую масленицу. Мясцовыя кандыты раздзівілі гаражан выпічка гігантскага блина больше як 3 метры у дыяметры. На яго сошло 50 кілограмів муки, 60 літров молока і 15 десятків яек. Як у райцентры проводзіли зіму і заклікали вясну, розкажуть корреспонденты телеканала «Ранок». З небывалым размахом і від душі відсвяткавалі у гэтым годзі масленицу у Светлагорску. А крімя традиційних выстав, концертов, народних забав, гораджан шакала шмат цікавых сюрпризов. Наприклад, парад масленичных лялек «Баба-фест». Театролізованная шістья стартовала від Центра культуры. Десяткі світлагорців з пудзілами масленицы дружной колонной под веселые пісні ішли до Набережной площі, де вже були організовані гульнєві зоны, гандлєві шырагі, усіх шакалі святочні пачастунки. На Набережной, яка на кожне свято становиться центром масових гулянняв, масленичных забав було на любий густ. Ба і мяшками, гонки на ходулях і конкурсы для заправдних волатав. Працевалі аттракційоны, выставы-продажу, були організованы дегустація разнастайных ласункаў. Але усім, вяддумаш, хацелася пакаштаваць самы галонны пачастунок – трохметровы блин. Гэты вілізарны символ масленицы спяклі на мясцовым хлебозаводзі. Іспатрэбілася для гэтага гіганта 50 кілограмов муки, 60 літров молока і 15 десятка ўяек. Лучші мастера Светлагорскава хлебозаводзі. Бліны – обовязковы пачастунок на масленицу. Яны символізуюць сонце, якое сагравае землю і даець апло. Мяркуючы павялікім памеры Светлагорскага бліна, вясна павіна над істірані, мінавіта ў гэтым регіоні. Вілізарны блин бэл разрізаны на кавалачкі, і всі жадаючыя паспробувалі гэтым масленичны ласунок. Здесь вкусній блинчики, супер! С масленицей всі святлагорцем. Ой, очень вкусній, симпатічній, аппетітній. Звім хорошого настроєння і салмічного тепла. Ну і вядома не обышлось і без традиційного абраду спальвання пудзіла. А докладні – десятка ўляляк. Саправды, такого в Светлагорску яшы не було. Светлагорцы до самого вешара з піснями, карагодами і весёлыми гульнями проводзіли зіму і зустракалі вясну. Гуляли у камішні хоккей, лазіли на масленичны слуб, перетягвали канат. Ні сумавалі ні дорослі, ні деці. Людміла Анзінка, Валєрій Маршин спеціальна для телерадио компанії «Гомель». До Дня Святого Валентина установы культуры регіона рихтується для сваїх гастей шарих приємных сюрпризів. Гомельський обласний драматичний театр, наприклад, вирішив повіншувати глядачоу цікавой концертной програмою виконання гомельських музикантов, а так само комедийным спектаклем з одделом знакамітых російських артистів. Подробязності у Вероніки Ворошилиной. А цвіткава День Святого Валентина саправды цікава, весіла і запамінальна обласний драматичний театр запрашаю у кампанії музыкантов гомельських городських оркестров. Концертная програма «Лау Із» запланована на 14 лютого. А вось на пиаре до Дні Свята на сцене обласного драматичного театра своє романтичное віншавання глядачоам по дорадь знакамітые російські артисты. Тут отбудіться комеды «Отель 18+.» Постановка буде ладіться у виконанні заслуженних артистів Росії. Сергій Селін, Євген Александров, Татьяна Полонська, Вероніка Казаровіцкая. Широковядомае публіце по кінофільмах і серіялах. На сцене разгорніться любовный квадрату, яким комічны перепятые лісу да помогуть головным героям разобраться у своїх почуттях і жаданнях і відказати на адвечне питання, у чим заключаються счастье. Романтик і даречі просякнута і программа обласного драматичного театра «Насакавік». Тут у нас такой комплекс, потому что в март очень много праздников. І женський день, і день театра, і каникулы у шкільників. І поэтому ми постаралися порадувати буквально весь март прем'ерами. А в последнюю неделю марта, коли в школах начинаются каникулы, діти змогут увидеть свої любимі сказки. У нас с 27 марта по 31-е каждый день сказка. «Насакавік» Гомельський обласний драматичный театр открые прем'еры «Вынаходливая закаханная». Глядачоў чакая цікавая гісторія про жанчыну, яка я вырошила самостойно ліквідаваць перашкоды на шляху до сваего шастя. Неверагодные сюжетные повороты, заправленные романтичными признанніми і дуэлями, перовасабленнями, танцами і музыкой, не пакінуця быяквами глядачоў розных узростав. Гэта я весёлая, одночасово-кранальная гісторія написана виалікім іспанскім драматургам Лопе де Вега, каля пятистагодзеў тому. Але яна зразуміла і близка і для людзей, які живуць ў сёнішніх реалях. «Изобретательная влюблённая» – это очінь светлое, іронічне произведення о любви, которая разрушает все грани дозволеного. Вот, паэтаму спектакль лёгкий, на лирическую тему, с очінь таким інтересным, запутанным сюжетом, полным интриг, всяких коміческих ситуаций. Вот, паэтаму і репетиція идут как-то так легко, с воодушевлением. У красавіку Гомельскі обласний драматичный театр плануя провести обменные гастролі за Орловским державным театром для дятей и молоді «Свободная простора». Репертуарная афиша пакуль обмярковываецца. У целом, на протягу года глядашоў шакая немало тікавых і займальних проектов ад обласного драмтеатра. Зиме мы будем вас поступово знайомить. Вероніка Ворошыліна, Ігор Марышчанка, Телерадоя, Кампанія «Гомель». У картины галереи Гауріла Вашанкі прагучалі лірічныя композицію вакананні бліскучай солісткі Гомельской обласной филармонії Аліны Гастінськай. Аматораў музыкі эпохі ностальжі сабрав концерт «Мэтэліна Снезі». Йон прайшоў у рамках проекта «Муз-арт», організаванага сумесно галерея і филармонії. У вакананні лаурата міжнародных конкурсоў Аліны Гастінськае гучалі ведомыя савецкі замежнія эстрадныя композиція 70-х гаду. Музычны атворы сазнакамітых кінофільмам. Концертна праграма проходзіла паджывы аккомпанімент фортепіянной музыкі у вакананні Дзмитрая Будзяну. Гэти і інші новіни ви можете знайсці на нашым сайці у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by Далі у ефіри де-факта і спортивний агляд. Я з вами развідваюся. Усяго добрага і до сустречі у ефіри. Ді-факта в студії Алексей Немкевич. Здравствуйте. Сложные погодные условия обгон ДТП. В Октябрьском районе водитель проигнорировал запрещающий знак в результате лобовое столкновение. В аварії пострадали женщина і її трехлетній ребёнок. Інцидент произошёл на 104-м кілометре автодороги Осиповичи-Глуз-Казаричи. 18-летний водитель автомобиля «Фольцваген-Шаран» на закруглении дороги выехал навстречку і столкнувся з «Вольво». В результате происшествия пострадали два человека автомобиля «Фольцваген-Шаран». Це 29-летня дівчина, а також трехлетній ребёнок, який знаходився на руках у матері. Оба пострадавших були доставлені в Октябрьскую больницю. Всего же за предвыходні і выходні дні в регіоні зарегістрирано 83 ДТП, в которых телесные повреждения получили три человека. Погода добавила сложностей і другим автомобілистам. Так под Светлогорском микроавтобус с'ехал в Кювет і перевернувся. Ставить на колеса автомобіль пришлось спасателям. Із снежного заноса пришлось высвобождати машину аварійной газовой служби. Автомобиль застрял в Гомеле по улице Кораловая. В обоих случаях никто не пострадал. Снегопады повлияли і на паводок. Под водою оказались сразу несколько дорог, некоторые временно закрыты для легкового транспорта. Пострадали также подворья і хозпостройки. Круглосуточний мониторинг обстановки проводять спасатели. На данный момент зафиксированы подтопления в пяти районах Гомельской области. Это Житковичском, Петриковском, Брагинском, Мозорском і Реческом районах. Жизнедеятельність людей не нарушена, эвакуация не проводилась. Помощь спасателей понадобилась в эти выходные не только людям. В деревне Шиич и Калинковичского района на одной из молочно-товарных ферм бык провалился в канализационный отстойник. Самостоятельно выбраться животное было не способно. Глубина колодца пять метров. Спасателями при помощи хозяйственных рукавов животное было извлечено, оно не пострадало. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В мини-футбольном чемпионате Беларуси сыгран 18-й тур. Накануне гомельская команда БЧ на своем паркете встречалась со столичным дорожником. Игра получилась весьма результативной. На двоих команды забили 11 голов. Правда, итоговый счет на табло был не в пользу хозяев. 4-7. В составе железнодорожников точные удары на счету Шиловского, Белого, Колба и Можейка. Дорожник увез из Гомеля три очка и вплотную приблизился к железнодорожникам в турнирной таблице. В Светлогорске в 18-м туре сошлись однеименная команда и гомельский ВРЗ. Гости накултировали хозяев 1-8. Хит-триком отметился игрок вагоностроителей Дмитрий Рябцев. Столица, обыгравшая в 18-м туре ВИТЭН, сейчас возглавляет турнирную таблицу Лицельмаш и ВРЗ в двух очках отставания от лидера. БЧ в одном зачетном бале от зоны плей-офф. Борьба за место в восьмерке из сильнейших обещает быть очень напряженной. Путевок в постсезон меньше, чем реальных претендентов на них. Жлобинский металлург в очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге на выезде крупно уступил столичной юности 6-1. Хоккейный клуб Гомель принимал на своем льду солигорский шахтер. Уступая 0-2 после первого периода Рыси во втором сумели счет сравнять усилиями Егорова и Заламая. Победу хозяевам льда за 10 минут до финальной сирены принес точный бросок Семочкина. Завтра Гомель в гостях играет с Динамо Молодечно. С Толеваром предстоит вояж в солигорский поединок с шахтером. Гомель и столичный БНТУ Бела с очным поединком завершили игровую программу третьего круга первого этапа чемпионата страны по гонболу среди женских команд. Соперники встречались в Минске. Матч грандов белорусского женского клубного гонбола завершился в ничью 29-29. Таким образом в турнирной таблице все по-прежнему минчанки лидируют гомельчанки на второй строке. Мужская команда гонбольного клуба Гомель очередной поединок чемпионата провела на домашнем паркете. В соперниках был аутсайдер столичный Витязь. Встреча получилась не очень результативной и к перерыву команда Сергея Цыганкова комфортно выигрывала 14-8. После перерыва лидеры хозяев в основном отдыхали, а в бой отправилась молодежь. Преимущества резервисты не растеряли и довели матч до победы 25-16. 14 февраля Гомель ждет куда более серьезное испытание. Команде Сергея Цыганкова предстоит поединок со столичным СКА. Впереди у нас игры со СКА и с Брестом. Хочется посмотреть себя с сильными соперниками. Насколько мы добавляем или не добавляем, потому что давно уже не играли с сильными соперниками. Будем готовиться к этой игре. В принципе, ребята хотят сыграть, поэтому для нас Камеки нам позволяет сейчас сыграть всю игру, держать скорость. Планируется, что в поединке с армейцами дебютирует новичок Гомеля левый полусредний Виталий Кислюк. Ранее гонболист выступал за Могилевскую команду Машека. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.